Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео из рубрики «Путевые заметки». Сегодня, друзья, мы с вами полюбуемся новыми скриншотами из дел CityHouse для American Truck Simulator, а изображены на них будут стекольные заводы и ветроэлектростанции. На протяжении многих лет на производстве стекла природные ресурсы превращаются в первую очередь в обычный песок, а его основной компонент – двуокись кремня или кремнезем в прекрасные стеклянные творения. Мы встречаем эти продукты повсюду вокруг нас буквально каждый день, например, в виде стакана, из которого мы с вами пьем чай или кофе, или даже, возможно, в виде стекле нашего замечательного грузовика. Чтобы стекольные заводы могли полноценно функционировать и производить продукцию, нам, как виртуальным водителям-дальнобойщикам Техаса, необходимо привозить им различный хлам, например, сырье для производства того же самого стекла, детали машин или даже стеллажи для последующей логистики листового стекла. Готовая продукция же должна быть доставлена покупателям после того, как она будет произведена, что естественно. И это на самом деле будет очень ответственная работа. И здесь бы мне лично хотелось увидеть новый прицеп-стекловоз, который в Америке реально есть. Выглядит он примерно вот так. И было бы здорово реально, если именно этот прицеп добавили именно в Техасе для этого типа бизнеса. Ну и также в качестве бонуса на побережье Техаса мы с вами будем доставлять в разобранном виде ветряные электростанции. Нечто подобное мы уже с вами занимались и ранее, но уже в Евротрак Симулятор 2. А теперь этот тип бизнеса нам предстоит освоить и в Техасе. И на этом все, друзья. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я, ребята, категорически извиняюсь, что пропали на какое-то время трансляции. Для того, чтобы узнать, что уже у меня такого произошло, переходите по ссылке в описании. Вступайте в группу канала ВКонтакте, подписывайтесь на Телеграм. Все новости я буду публиковать именно там. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями. Пока-пока и еще увидимся.